Почему туристы любят трансграничные маршруты? Как китайские и казахстанские туроператоры собираются развивать туризм в приграничных регионах? Чем отличаются топонимы Жеменей и Зимунай? Где находится казахстанский полюс холода? Как жители Урунхайки встречают наурыз? Как заказать конное такси? Чем богато озеро Маркоколь? Чтобы ответить на эти вопросы, постоянно действующая телеэкспедиция наедине с природой побывает в Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан и округе Алтай-Синьдзя-Майгурского автономного района Китая. Богата и разнообразна природа Казахстана. Веками горы, степи, пустыни и леса были лучшими друзьями тех, кто любил и понимал родную землю. Они давали человеку пищу, кровь и убежище от врагов. С течением времени уклад нашей жизни изменился, но природа по-прежнему щедро делится с нами своими богатствами. В настоящее время ландшафтное и биологическое разнообразие Казахстана привлекает все большее количество туристов и любителей активного отдыха. Вместе с постоянно действующей телеэкспедицией наедине с природой вы побываете в самых красивых уголках Казахстана и узнаете, как опытные путешественники выживают в условиях дикой природы. Для европейских туристов словосочетание «Центральная Азия» звучит как пароль, как пропуск в мир экзотики и приключений. Восемь веков тому назад Марко Поло и Гийом Дорубрук впервые поведали жителям Западной Европы о таинственном крае, похожем на восточную сказку. В их мемуарах можно было найти таких персонажей, как кентавры, циклопы и крылатые грифоны. В те времена никто из считателей не сомневался в реальности фантастических тварей, описанных отцами-основателями приключенческого туризма. Тогда, чтобы попасть из Европы в Центральную Азию, нужно было потратить полжизни, а то и всю жизнь. Большинство искателей приключений, рискнувших отправиться в неведомые края, нашли на просторах Центральной Азии вечный покой в безымянных могилах. А те немногие счастливчики, которым удалось благополучно вернуться домой, приобретали всемирную славу и известность. Сейчас в Центральную Азию попасть значительно легче, чем во времена Марко Поло. Но этот регион по-прежнему притягивает любителей всего таинственного и загадочного. В прошлом году Монголию посетило более 2 миллионов туристов, а Китай – более 50 миллионов. Многие из них, осмотрев достопримечательности Китая и Монголии, желали продолжить свое путешествие в Восточно-Казахстанской области. Растущий спрос на трансграничные туры подтолкнул казахстанских и китайских специалистов начать диалог по вопросам сотрудничества в этой области. Конечно, трансграничные маршруты всегда были популярны. Если во время одного путешествия можно посетить сразу две страны, то подавляющему большинству туристов такая возможность покажется привлекательной. А для турагентов и туроператоров это большое конкурентное преимущество. К сожалению, нашим турагентам и туроператорам приходится работать в условиях жесткой конкуренции на международном туристическом рынке. Когда они только начинают этим заниматься, они полны оптимизма, но через какое-то время с удивлением приходят к выводу, что, к сожалению, очереди на их предложение почему-то не выстраиваются. И за каждого туриста приходится бороться. А бороться можно только одним способом. Улучшать качество обслуживания, придумывать какие-то новые программы, которые не предлагают другие туроператоры. Ну и конкурировать ценой, снижать цену. Если, например, наши уважаемые коллеги из Монголии или Кыргызстана предложат такие же путешествия по более дешевой цене, то даже небольшое конкурентное преимущество с течением времени статистически превращается в мощный экономический фактор. Со мной поток туристов рано или поздно туда и развернется. Ну, что показывает пример Монголии, которую в прошлом году посетило более двух миллионов экологических и приключенческих туристов. Восточно-Казахстанская область очень богата туристическими ресурсами. И я думаю, что создание трансграничных маршрутов только увеличит привлекательность этих ресурсов, их воскребованность. Однажды, побывав в Восточно-Казахстанской области, команда наедине с природой просто влюбилась в этот дивный край, богатый туристическими ресурсами и имеющий все возможности стать туристской меккой мирового значения. Поэтому, когда нам предложили принять участие в Казахстанско-Китайской конференции по проблемам трансграничного туризма, организованной Управлением туризма и внешних связей Восточно-Казахстанской области, мы немедленно вылетели в областной центр Восточного Казахстана, город Усть-Каменогорск. Согласование деталей заняло несколько часов, и вот уже на небольшом самолете Ан-24 мы отправляемся в районный центр Зайсан. На машине это расстояние можно было бы преодолеть за 6-7 часов, а местные авиалинии доставили нас в Зайсан за 50 минут. Стоимость билета составила 6000 тенгена человека. Казахстанская делегация должна собраться в Зайсанской гостинице и там пересесть на специальные автобусы. Но мы, согласовав с Акиматом все детали, вылетели в Зайсан на три дня раньше, чтобы сделать небольшой репортаж о туристических ресурсах района. В 1840 году на берегах реки Жеменей был заложен поселок Жеменейка. Позднее его переименовали в Зайсан. В городе еще сохранились старинные дома, построенные во второй половине 19 века. Сейчас в Зайсане проживает 15 тысяч человек. Население всего района приближается к 50 тысячам человек. Мы, как и прочие члены делегации, поначалу расположились в комфортабельной гостинице в центре города, но в отделе туризма местного Акимата нам посоветовали посетить туристический лагерь Малой Жеменей, откуда открывается замечательный вид на Зайсанскую котловину. Подъем в горы занял минут 40. Эта турбаза специализируется на этническом и экологическом туризме с различными элементами приключенческих путешествий. Такие программы рассчитаны на массового туриста со средним уровнем доходов. Чаще интерес к ним проявляют люди зрелого возраста, которые в молодые годы были заняты профессиональным и карьерным ростом, а теперь имеют возможность и желание увидеть нашу планету во всем ее разнообразии. Туристы этой целевой группы, как правило, путешествуют по миру, посещая недорогие курорты в сельской местности, с красивыми ландшафтами и сохранившимся национальным колоритом. В традиционной юрте мы подкрепились замечательным бешбармаком и отправились в конную экскурсию в верховье реки Жеменей. Мы хотели увидеть Зайсанскую котловину с высоты 2500 метров, чтобы иметь возможность сравнить здешние ландшафты с территорией китайского уезда Зимунай, куда нам предстояло отправиться на следующий день. Зимунай – это китайская транскрипция казахского названия «Жеменей». Государственная граница разделила местность Жеменей на две части, но по обе ее стороны казахский язык до сих пор остается языком межгосударственного общения. Это намного облегчает сотрудничество организаторов трансграничного туризма. Лошадки медленно, но неутомимо поднимают нас в верховье Жеменейского ущелья. На северных склонах еще много снега, но весна настойчиво заявляет о своих правах. У весны много горячих сторонников. Они нарядились в праздничные наряды и без устали поют в ее честь хвалебные гимны. А некоторые, не в силах сдержать свои эмоции, даже пускаются в пляс. У тетеревов брачный период еще не начался, но они уже собираются в стаи и с нетерпением ждут, когда температура воздуха поднимется до романтических 10 градусов тепла. Тогда-то и начнутся настоящие рыцарские турниры, а пока лишь самые темпераментные кавалеры отрабатывают свои бойцовские приемы. Сурки ложатся спать рано, в конце августа. За долгую зиму они хорошо выспались и полны энергии. Существует предание, что если сурок, первый раз высунувшись из норы весной, испугается своей тени и спрячется в норе, весна будет поздней, а лето холодным. День сурка начинается с хорошей солнечной ванны. После душной норы так приятно полежать на свежем воздухе и проветрить меховую шубку от запаха подземной сырости. Но меха нынче дороги, поэтому не стоит забывать про осторожность. Лучше все-таки спрятаться в нору. Неужели нас ждет холодное лето? Вот мы сейчас из туристического лагеря Малой Жаминой выезжаем в китайский город Зимунай. Тем временем в «Зайсане» уже собрались все участники конференции и нам пришлось на время прервать свое единение с природой, чтобы выяснить, как это замечательное хобби превратить в устойчивый бизнес. От «Зайсана» до пропускного пункта «Май-Копчегай» на машине можно доехать примерно за 40 минут. Таможенные формальности занимают около часа. А еще через полчаса участники конференции уже в центре Зимунайского уезда, в городе Зимунай. Прежде всего, нужно зарегистрироваться в миграционной полиции, а потом можно вселяться в отель. Вечером участники конференции знакомятся с принимающей стороной, работниками администрации округа Алтай Синьдян-Уйгурского автономного района. В составе делегации от Восточно-Казахстанской области мы сегодня находимся в Зимунае, это приграничный уезд с Зайсанским районом. Цель нашего визита – это налаживание добрососедских отношений, установление новых контактов с туристическими компаниями, разработка новых туристических маршрутов. Сегодня у нас уже прошла одна рабочая встреча, в свете которой нас познакомили с туристическим потенциалом непосредственно района Зимунай. Мы рассказали о туристических ресурсах нашей области, все остались довольны друг другом. После обеда нас ждет визит и поездка по туристическим маршрутам Зимунае. Ежегодно Китай посещает около 60 миллионов зарубежных туристов, а валютные поступления туризма в экономику страны превысили 50 миллиардов долларов. Конечно, в этом гигантском туристическом потоке доля экологических туристов пока скромная, но с каждым годом она увеличивается. Руководитель казахстанской делегации, начальник управления туризма и внешних связей Восточно-Казахстанской области Жасулан Сарсибаев познакомил китайских коллег с общими правилами посещения области зарубежными туристами и рассказал о том, какие усилия принимает администрация области, чтобы сделать оформление документов для зарубежных гостей максимально быстрым и комфортным. С китайской стороны на встрече присутствовали представители уполномоченных органов и туристических компаний. Большой интерес вызвали презентации казахстанских турфирм. Стороны пришли к пониманию того, что хотя требования государственной безопасности, обоих стран стоят выше интересов коммерческого туризма. Но тем не менее пограничные и визовые процедуры могут быть оптимизированы так, чтобы сделать оформление документов максимально быстрым. Организованные группы, прибывшие с туристическими целями, будут проходить таможенный и пограничный контроль без очереди. В рамках подготовки Казахстана к Экспо государство многое сделано в упрощении визового режима. Европейцы к нам могут приезжать на 15 дней без оформления визы. Многое сделано в упрощении виз для китайцев. Но если мы еще немножечко подвинемся и уберем бюрократические формальности в отношении визы для китайских туристов, то поток в нашу страну туристов вырастет в разы. А что такое поток туристов? Это значит увеличиться вливание в экономику нашей страны. Вечером китайские партнеры пригласили членов делегации на концерт. Поскольку в Зимунайском районе проживает большей частью казахскоязычное население, в репертуаре казахские народные песни и танцы. Ну и конечно, какая поездка в Китай может обойтись без шопинга? Хотя современная торговля стирает границы для товаров, и практически все, что мы видели на рынке Зимуная, можно примерно по такой же цене купить в любом городе Казахстана, все же несколько сувениров привезти необходимо. Конференция закончена. Участники разъезжаются по домам, а команда постоянно действующей телеэкспедиции наедине с природой продолжает свое путешествие по туристическим объектам Восточно-Казахстанской области. Путь лежит на озеро Маркаколь. Сейчас мы отправляемся в инфотур по маршруту Маркаколь, Киен-Кириш и Катон-Карагай. Вот состав нашей группы. За мостом через Черный Иртыш дорога поворачивает в сторону поселка Теректы. Слева раскинулась бескрайняя прииртышская степь, а справа белеют вершины Курчумского хребта. За поселком дорога начинает подниматься вверх на перевал. Ландшафты меняются буквально на глазах. Казалось бы, только что были в Великой степи и вдруг оказались в дремучей сибирской тайге. Если в долине уже чувствовалось дыхание весны, то в тайге зима прочно удерживает свои позиции. Во время снегопада дорога иногда превращается в настоящее оффроуд-приключение. Приходится брать в руки лопаты и откапывать машины. Дорожная техника расчищает путь, но за ночь метель может намести новые сугробы. С перевала открылась восхитительная панорама на долину озера. На восточном берегу озера, в межгорной долине, притаилось село Урунхайка. Люди здесь занимаются скотоводством, работают в лесничестве и Маркокольском государственном природном заповеднике, офис которого находится на окраине села. Последние годы местные жители активно осваивают новый вид предпринимательской деятельности – туризм. Это небольшое село, немного больше ста домов, но свое название Урунхайка получила от племени урунхайцев, которые обитали здесь, на территории Маркокольского района. Это было племя охотников и рыболовов, и жители местные до сих пор сохранили традиционные навыки и умения. Сейчас значение промысловой охоты и рыбалки уже утеряно, не имеет охота и рыбалка такого значения экономического, как раньше. Вместо них на территории Маркокольского района развиваются разные виды туризма. Это приключенческий туризм, летом конные туры, зимой на санях можно покататься, горный туризм, экологический туризм, наблюдение за животными и спортивная рыбалка. Рыбачить можно на Хариуса вне территории заповедника, здесь на озере рыбачить можно только местным жителям. Ну а сейчас, поскольку никуда не проедешь, все завалено двухметровым снегом, вот мы можем только путешествовать на санях по льду озера Маркоколь. В Урунхайке можно недорого определиться на постой к местным жителям или арендовать специальный гостевой дом. Мы решили попробовать оба варианта. Индира и ее супруг Саша держат несколько коров и лошадей, а при случае принимают туристов. Саша в шутку говорит, что подрабатывает таксистом. Его конное такси – единственный проходимый вид транспорта в зимних условиях. Доходы небольшие, но с учетом того, что большую часть продуктов они производят сами, на жизнь хватает. Это что за блюдо? Это творог, сметана, лук и зелень. Первый раз я сейчас буду пробовать новый рецепт творога с луком, со сметаной и зеленью. Да, пробуйте. Без сахара. Без сахара. Вкусно? Вкусно? На самом деле. Давайте руту же попробуем. Точно вкусно? Напоминает по вкусу сыр. У сыра есть? Если ночлег в доме местных жителей можно назвать бюджетным вариантом, то менее стесненные в средствах туристы могут арендовать отдельный гостевой домик. Правда, пробиться к нему через снежные заносы оказалось не так просто. Зарегистрированный метеорологами полюс холода в Казахстане находится в 30 километрах от озера Маркоколь, в районе сел Бобровка и Успенка. Там иногда температура понижается до минус 56 градусов. Также этот район бьет все рекорды по глубине снежного покрова. Стоит сделать только шаг в сторону от тропы, как сразу проваливаешься в снег по пояс. Поэтому мы отправляемся осматривать окрестности на лыжах. Как хорошо встать рано утром и пробежаться на лыжах километров 20. Конечно, Маркоколь – это очень значительный туристический ресурс. Это ценность, не побоюсь пафосного слова, не областного, а, скажем так, мирового значения. Но большая часть озера находится на территории заповедника, поэтому туристический поток здесь ограничен. Но современная стратегия охраны природы допускает ограниченное, строго контролируемое использование природных ресурсов в туристических целях даже на особо охраняемых территориях. Ну, это и понятно, и признано сейчас даже современными природоохранными организациями, что местные жители должны каким-то образом быть вовлечены в процессы охраны природы, потому что те природные ресурсы, которые не приносят им никакой прибыли, никакой пользы, обычно их не ценят. Утренний туман рассеивается, и сквозь дымку проглядываются очертания Курчумского хребта. На горизонте белеет вершина Аксуп-Ас, которую местные жители прозвали Самовар. Сто лет тому назад австрийские военнопленные прокладывали через этот хребет дорогу от котон Карагая с Маркоколя. Говорят, где-то там похоронен прадед знаменитого актера Арнольда Шварценеггера. Не успело утреннее солнышко как следует порадовать глаз, как долину накрыла очередная волна тумана. Все окутала белая мгла. В Маркоколь впадает около 70 мелких речек и ручьев. Скоро по ним начнет подниматься на икромет Ускуч и Хариус. В это время у сотрудников заповедника начнется горячая пора. Ведь весной рыбные запасы особенно уязвимы. Местным жителям разрешается вылавливать 5 килограммов рыбы в день. Рыбу ловят в основном от Ускуча. Ускуч – это местный эндемичный подвид сибирского линка. И местные жители, жители села Урунхайка, могут продать свои 5 килограмм рыбу туристам. Также дать им в аренду лошадей, сани, лодку. Или разместить их на постой в своих домиках. Сейчас набирает обороты, становится все более популярным туризм. Он называет комьюнити-бейс туризм, или туризм, основанный на сообществах. А другое название – агротуризм, этнический туризм. Многие просто приезжают в отдаленные места, чтобы пожить в деревне и познакомиться с бытом, культурой. Если она еще не утеряна, а вот жителям села Урунхайки удалось сохранить сей уклад сельской жизни, который здесь уже не одно столетие на берегу этого озера развивался. Очень интересно. Также можно для туристов предложить на подводах подъехать к рыбакам, местным жителям, которые имеют право на 5 килограммовый вылов рыбы узкуча. Купить можно у них рыбу. Хорошо пройтись на лыжах, но еще лучше прокатиться на конных санях. Мы просим нашу хозяйку вызвать местное такси и через час к гостевому домику подкатывает трое конных саней. Сегодня ночью мы полночи откапывали свои машины из сугроба и утром решили пересесть на местный внедорожник. Для этого типа ландшафтов это, конечно, лучшее средство передвижения. Наурыз Кутты Болсун. У нас сейчас на юге уже все зелено, уже цветет, а здесь мы наурыз отмечаем в сугробах высотой 2 метра. На озере ловят рыбу несколько местных жителей. Мы знакомимся с рыболовом Абыкеном Шибутовым. Абыке Ага давно живет в Урунхайке и очень много может рассказать об этом крае. Рыболовную снасть Абыке использует незамысловатую. Прутик, леска и простая мормышка. Лов нынче небогатый, всего две рыбки. Опытный рыбак говорит, что рыба активизируется, как только впадающие в озеро реки освободятся ото льда. Узнав, что мы снимаем телевизионную передачу, Абыке отказывается брать деньги и говорит, что угощает нас рыбой от души. И его сосед, услышав наш разговор, тоже решил сделать нам подарок. Повар экспедиции Сергей от такого подарка в восторге. Он принимает решение провести мастер-класс по приготовлению ухи. Я работаю в туристской фирме, занимаюсь организацией питания в походах и экспедициях. У меня для этого все есть. Лук, картошка и рыба готовятся 15 минут. Бросаем одновременно. Как бы получается, за 15 минут не успевает развариваться. То есть форма остается? Да, форма остается и приготовляется. Так, лавруху когда ты туда кидаешь? Лаврушку мы кидаем в самом начале, соль и лавровый лист. Через 15 минут уха готова. Вкусно! Хотя этот этап путешествия оказался не очень экстремальным, и никакой опасности нашему здоровью пока нет, но врач экспедиции Юрий Александрович не забывает о своих обязанностях. Находясь на такой высоте, при такой белизне, даже если солнышко будет не таким ярким, ультрафиолетовое облучение, доза очень большая. Поэтому желательно прикрыть свои глаза роговицы, очень чувствительные, солнцезащитными очками. Весной погода на Алтае неустойчивая, но нам повезло. Маркоколь подарил один солнечный день. Но уже на следующие сутки погода испортилась. Пошел снег, нам нужно, наверное, заканчивать на этот раз нашу экспедицию, потому что если сейчас завалит перевалы снегом, то мы можем надолго здесь задержаться. А следующий наш маршрут нашей постоянно действующей экспедиции лежит сейчас в Южный Казахстан. И вот мы побывали на крайнем востоке Казахстана, увидели здесь двухметровые снега. Интересно посмотрим, чем нас встретит Южный Казахстан, Чемкенская область. В то время как на востоке Казахстана метут метели, на юге уже начинает свисти фисташка, и команда наедине с природой отправляется на встречу весне в Южно-Казахстанскую область. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова